Треди Атлас, тренер, который очень много дает в последнее время Александру Поветкину, о чем Александр не устает говорить в своих интервью. Он ему ставит темповой, жесткий бой с большим количеством движений, туловищем, нырками, уклонами, маятниками. То есть, то, что в свое время он, не сказать, что привил, но развил знаменитым Майтли Тайсона. Итак, гонг. И поединок начинается, первый из десяти раундов. Вы видите, как мощно выглядит соперник Саша Поветкина. Да, он намного тяжелее, выше ростом. Тут 91, 3 сантиметра разница в росте у этих парней, но вот за счет такой своей большой массы, но в Теке Орух, конечно, кажется намного больше. Ну, по его взгляду, то в бою было видно, что он настроен на поединок. И бой будет настоящим. Крайней мере, он не приехал просто получить деньги и лечь в первом-втором раунде. Ну, да, мы помним, что было такое. Уже с первых секунд, посмотрите, идет настоящий бой и очень сложный в тактическом плане. Боксеры не пускают друг друга на дистанцию. Но, тем не менее, Александр немножко теснит с первых секунд своего соперника. Перед боем Александр сказал, что, конечно, не будет такого, как случилось 4 года, 2 года назад, тут же в Чехове, когда приезжал еще один американец, Тауру Сайкс, и в четвертом раунде просто упал и не захотел продолжать бой. Нет, здесь контракт составлен таким образом, что Теке Орух, чтобы получить свой гонорар, весьма немаленький гонорар, должен показать в ринге все, на что он способен. Вот первый раунд, разведка, всего лишь разведка обоим. Минута 30 секунд позади, ничего такого не произошло, пожалуй, пока еще ни одного точного удара. Соперники изучают друг друга. Одно дело, когда ты знаешь своего соперника по видеозаписи и по статистике из интернета, другое дело, когда ты находишься с ним один на один. И здесь никто уже не поможет, ни тренер, ни судья, только ты. И твое умение, как говорится, твое желание. Ну вот, две минуты позади, так чуть-чуть поддавливает Павелкин. Пошел вперед сейчас более решительно. Ему надо выйти вот на эту свою удобную дистанцию, среднюю. И отсюда атаковать, а удар у него стал гораздо жестче, гораздо более акцентированный за последний гол. И причем удар акцентированный, правильно сказали, именно вот на средней дистанции. Я заметил, он раньше не наносил удар право и снизу, а сейчас очень точно, очень жестко, так точным, коротким, сухим ударом пробивает очень часто. Очень нужный момент этот удар. Чуть-чуть, да, еще чуть-чуть попал бы ниже пояса, причем попал бы сильно. Вот поэтому реферия говорит, слушай меня. Да, я просто не увлекаюсь. Психует, психует, откровенно психует. Американский боксер. Ну что, закончился первый раунд. Мне думается, что, поверьте, он уже примерно представляет, после этих трех минут, что за соперник перед ним в рим. Он сделал, он сделал. Что ты любишь? Ноги выдавались. Очень глубокий вдох, через нос. Медленно выдохай, медленно. Я хочу, чтобы ты использовал джеб, настраивать своего подопечного Тедди Атмос. Вот, был замедленный повтор, когда неплохая атака была со стороны американского нигерийца, да. Или у рук, как правильно. Повезло, на самом деле, сейчас Александрову удар не достиг именно болевой точки, печени. Просто очкою не больше. В миллиметрах он, да, перчатку приземлил. Чуть поточнее, могли бы быть неприятности. Но это лишний раз говорит о том, что вот этот парень приехал сюда, в Чехов, не отбывать номер, а приехал отработать и показать все свое мастерство, которое у него только есть на данный момент. Смотрите, снова. Жестко, очень жестко с ним сбоку пробил американец. Ну, вообще, мне кажется, все решится вот в третьем раунде, мне так кажется, потому что... Решите, вы имеете в виду бой закончился? Нет, не закончился, именно будет понятно, как он будет дальше продолжаться, или если он не закончится до... Потому что уже в первом раунде Текея очень откровенно психовал и делал какие-то гникости. Нет, ну вообще за ним... Он не вменяем. Нет, ну за ним, знаете, такая репутация, что это боксер, который очень агрессивен в первых трех-четырех раундах. Это именно та дистанция. Да, но вот сейчас Александр, как говорится, нашла коса на камень, и ни тот, ни другой боксер не может найти правильную тактику, правильную именно для себя. Так вот, чтобы свободно боксировать и легко попадать, ни тот, ни другой не может точно попасть. Были небольшие моменты и в первом, и вот на первой минуте второго раунда. Ну вот, очень опасно Текея бьет этой левой снизу. Он может реально просто наткнуться на правой прямой. Но пока, видите, проходит у него это на... Как будто он специально так делает, но он не может специально подставлять голову, это же страшно и больно. Правильно? Конечно. Ну, рано или поздно, если так будет продолжаться, Поветкин должен будет этим воспользоваться. Ну, замечу, что у Оруха очень прекрасно поставлена техника. В общем, все правильно. Он стоит в правильной стойке на двух ногах и руки на месте. И так, в общем-то, избирательно. Снова удар был ниже пояса. Своих ударов. Реферист был с другой стороны. Но, пожалуй, все-таки с российской школой бокса он сталкивается впервые, поэтому ему неудобно. То же самое отчасти неудобно Александру. Он изучается, его противники. Да, темп невысок. Ну, все идет по плану, как говорится. У той и другой команды есть своя тактика на поединок. Боксеры не спешат, они пытаются выполнить план, что называется. Но и по мере возможности, когда соперник или подустанет, или пропустит какой-то удар, уже реально атаковать и добивать его. То есть использовать любой шанс, который принесет быстрый успех. Заканчивается второй раунд. Да, хороший соперник попался по ветке. Сложный, очень сложный, да. По крайней мере, первые два раунда ничего нам не сказали. Я бы ни тому, ни другому, пожалуй, победу бы не отдал. Может быть, только Александру в первом раунде из-за его активности. Второй раунд был непонятный. Слушай, я хочу, чтобы ты сконцентрировался. И снова давайте послушаем наставление. Момент, неправильный дистанции. Вот, как он пойдет. Хороший, четкий джеб. Снова требуют от него хорошего, четкого джеба. Наставник. Ну, правильно. Мало пользуется левым прямым по ветке. Вот мы видели сейчас повтор атаки, когда он пытался пробить в печень своему сопернику, а тут неплохой ответ к реке Оруха. Да, левым боковым. Таким длинным хуком. Вообще, мне кажется, Саша не использует свои возможности на средней дистанции. Очень часто боксеры находятся рядом друг с другом. Ведь он чуть ниже рост, а на мой взгляд он крепче, что ли, так вот, физически крепче. Я не говорил про именно объем бицепсов или там вес, а он сложен. Он может быстрее взорваться, что ли, коротким, жестким ударом на средней дистанции. Ну, вот она. И опять же, Александр не работает на контратаках. Очень часто Орух бьет такие длинные, затяжные двойки, даже там джеб у него он виден просто. Нужно ему просто это реализовать, уклониться или четко встретить. Саша все увидит, но пока вот не может никак приноровиться. Мои джеб, и, к сожалению, длина руки такие Орухо чуть длиннее, поэтому он сейчас больше достал. Соперники почти ровесники, так и на год старше Поветкина. Тут, конечно, хотя для тяжеловесов 31 и 32 года это в общем-то пора расцвета, но все равно физическая форма вот сейчас в какой именно форме находится кто-то или другой боксер очень много решает. Итак, мы пересекли экватор третьего раунда. пока идет тактическая борьба. Ничего конкретного, хотя боксеры очень сильно эмоционально уже устали. Эмоционально устали, да, но мне кажется, что Поветкин мог вообще-то больше действий производить. Конечно. Ну вот он взрывается, взрывается короткими комбинациями в надежде на хороший удар, на четкий, но здесь надо точно попасть. Да, вот посмотрите, вы сказали, что он взрывается, тут же Александр провел несколько серий и занервничал его соперник, как-то начал сразу пропускать удары и делать ошибки. Да, да, очень неплохой такой вот отрезок проводит наш боксер. Ну, пожалуй, вот это вот пол минуты уже говорят, что этот раунд за нами. То есть третий раунд Александр выиграл. Да, безусловно, вот эти две такие затяжные хорошие атаки, комбинационные, легли в его пользу, безусловно. Судьи это все оценят. Ну, не в характере это Поветкина просто боксировать так вот в спокойном темпе. все равно он не выдерживает и идет вперед. Даже по часу несмотря и не слушая тренеров и секундантов. Закончен третий раунд. Хороший раунд был. вот вы видите Наталья Рогозина здесь в первом ряду через нос у ринга. из всех ведущих боксеров пожалуй самая наша знаменитая спортсменка. Это лучше бы уже раунд. Это лучше бы уже раунд. ну естественно он большой знаток бокса и пожалуй один из лучших даже в мире и непосредственно в углу он может подсказать как никто лучше своему боксеру что же делать что же он сделал в прошлом раунде и что же делать дальше. Не забывай о теле. Не забывай о теле. Все правильно слишком однообразно пока Александр боксирует надо менять этажи чтобы боксер открывался он опускал руки когда ему бьют по туловищу и поднимал когда ему бьют по голове. Вот зрителям нравится все поддерживают Александра немножко даже подбадривают его хотят еще больше попаданий еще больше зрелищ конечно же они хотят активных действий со стороны нашего боксера ну и в общем-то в целом чтобы бой был интересный я думаю как раз где-то вот к пятому раунду как я уже сказал где-то вот в четвертом в пятом будет все понятно вот именно в этом раунде для меня будет картина ясна а в пятом начнут развиваться события Ну давайте посмотрим давайте снова включается Саша Поветкин но соперник внимателен очень внимателен хорошо ставит блок выставляет локт зачастую даже это может быть опасно вот неплохой удар короткий снизу четкий про который мы говорили уже это поставленный удар уже новым тренером Александра такой чисто американский прием ну что началось давление началось давление да начал работать уже почти на максимуме наш боксер а соперник посмотрите сникает сникает он почувствовал наверняка сейчас несколько этих сильных атак почувствовал на себе и понял что заигрывать не стоит надо быть предельно внимательным и в начале думать о защите и лишь потом что-то принимать в атаке ну мне видится чем дальше тем будет интересно потому что и Александр уже разошелся как вы видите и его соперник будет тоже догонять что ли упущенное настигать пытаться нарастить свое преимущество и бой будет активнее бой будет интереснее будет больше пропущенных ударов ну и начнутся ошибки там где это все начинается там и есть красота бокса напомним что это 10-раундовый поединок через 3 минуты еще вернее через 3 минуты после этого раунда бой подойдет к своей середине вот это опасно это очень опасно очень опасно нельзя чудом Александр выдержал этот удар и по взгляду увидел что он очень сильно обозлился но он должен отпитать этот удар примерно 5 ударами точно но в первую очередь мне кажется он должен обозлиться на себя конечно потому что явно промажка была это очень простой удар был без финта просто удары попадания я думаю что сейчас немножко отругает его тренер в перерыве давайте по крайней мере выскажите до середины задержался слишком долго слишком долго и короче ленивый джеб у тебя правильная дистанция и двигай головой ну вот действительно Феди Атлас внес коррективы пытается внести коррективы в действия по ветке именно в защиту да говорит надо быть внимательным что ты говорит о дистанции следи за дистанцией и у тебя очень ленивый по прежнему джеб сказал он все правильно да так он жестко очень сказал опять же он сталкать через секунданте через секунданте переводчика секунданте переводчика все правильно ну вот опасный его момент ну что же очень непростой соперник приехал в этот раз в Чехов в подмосковный Чехов в общем-то показывает настоящий бокс и в общем-то достойный сопротивления он а это говорит о том что в супертяжелом дивизионе есть парни которые действительно могут оказать сопротивление даже таких которых мы не слышали и не знали например до этого боя мы от Пеки Орухи в общем-то практически ничего не знали а он приехал и выдает вот такой хороший бокс который нравится и зрителям и который в общем-то тот который нужен на данном этапе в победе вот опять опасный удар правый сбоку такой длинный крышем замахом ну вероятно нам легко смотреть со стороны наблюдая говорить да почему он так не успел увернуться потому что находясь близко ты смотришь в глаза сопернику а еще ты смотришь на другую его руку и подчас соперник делает финн даже глазами и ты не знаешь какой рукой нанесет свой удар свой коронный удар да а этот видите такой вот боковой удар сзади обводной да неплохо поставлен ну вот чуть ниже да явно был удар ниже пояса да но сейчас Александр делает то что говорил ему Тоди Атлас в перерыве в прошлом позапрошлом перерыве работы больше в корпус и вот он пытается это выполнять потому что на самом деле не настолько уж что ли накачан пресс или слишком больше много лишнего веса на животе его можно пробить и достать точно в печень да очень непросто Александр потому что сложно подойти на нужную дистанцию все-таки удерживает такие ору именно свою дистанцию на длинной руке а руки у него длиннее ну вот Поветкин сам говорил что у него вот в так именно в таких вариантах бокса появилось вот эти движения маятник он начал делать это все для того как раз чтобы подойти на удобную дистанцию но пока мы этого особо не видим Саша очень агрессивно настроен это видно да ну он всегда собственно такой агрессор в линии а мне кажется он главное не заигрывать мне кажется он немного перетенированный все-таки немножко зажат зажат и настолько у него такие мощные неожиданные движения как будто нет развития или нет такого дальше что ли яркого момента как продолжения а возможно это и от того что он боксирует у себя дома и переживает очень сильно вот и встречный удар левый мы с вами увидели ну что поднимется нет там еще был удар головой о плечо Александра когда он падал вот этот тот самый короткий удар настолько неожиданно да ну все это конец рефер уже поднял руки вверх и опустил их вниз сейчас тренер Александр помогает его сопернику вставать зрители довольны вы слышите как зал приветствует и видите как зал приветствует нашего популярнейшего боксера да только мы начали говорить о том что надо где-то прибавить Саше что может быть действительно он не в оптимальной физической форме находится потому что да этот бой такой вы знаете и планировался как ну нельзя говорить что тренировочный это абсолютно официально хороший бой с сильным соперником но бой в стадии тренировочного процесса вот так можно сказать ну давайте посмотрим вот этот короткий нет это был да слава богу это удар удар причем он просто руку скинул да ну да получилось неожиданно но тем не менее все так как ну навстречу удар мне очень понравилось конечно давайте смотреть еще вот на встречу точно подбородок но он точно подбородок да это смертельная сила удар вот он даже ноги и точка очень точная в таком моменте даже можно ногу сломать как сейчас упал американский боксер да он же не контролировался потушили свет он падал уже не ощущая своего тела по большей части ну вот вы видите как довольны зрители как хорошо принимают они своего боксера две хорошие вещи много плохих вы слышите это одно насел две хорошие много плохих ну что зрители ликуют вот это и отличает вы знаете наставника очень высокого класса бой выигран выигран досрочно убедительный